Я откуда-то знаю. Это видео шокировало многих. Подростки из Селингинска сняли на телефон, как бросают котенка в ледяную реку. Кто-то считает, девочки хотели поднять просмотры в своих соцсетях. И реакция последовала. Правда, не в том контексте. Первыми отреагировали правоохранительные органы. Кошка является домашним питомцем одной из несовершеннолетних. Семьи характеризуются положительно, на учетах не состоят. Обе несовершеннолетние будут поставлены на профилактический учет. Материалы будут направлены в административную комиссию Кабанского района для рассмотрения. В течение полугода с ними будет работать психолог и сотрудники отдела по делам несовершеннолетних. И это лишь малая часть наказания, что пришлась на долю подростков. Это не дети, а изверги. Закон бумеранга никто не отменял. Все вернется. Детей в ту же воду, их родители в шахту на два года. И это выборка самых мягких комментариев. Сотни людей поспешили озвучить свое мнение во всех соцсетях. Ушат негатива обрушился на авторов видео. Такая травля со стороны общества повергла в шок родителей девочек. Мать одной из них обратилась к комментаторам. Девочки сожалеют о содеянном. Вину дочери не оправдываю, но не могу сдержать слез. В поселке началась настоящая травля. Постоянно звонят с посторонних номеров, на улице сыплются оскорбления. Дочь пришлось увезти в город. Очень переживаю за нее. Людям жалко животное, но плевать на чувства их семьи. Шквал порицаний и оскорблений в адрес детей не поддерживают и сами зоозащитники. Такая травля не даст конструктивного результата и только больше озлобит детей. Какой ответ со стороны общества? Насколько он адекватен? Он неадекватен. Так нельзя поступать. Надо все делать по закону. Какая бы ситуация ни произошла, надо сохранять спокойствие, хладнокровие, чтобы не совершать таких опрометчивых поступков. С этим мнением соглашается и психолог. Такая реакция общества объясняется страхом, который перерастает в гнев. Но последствия его могут оказаться весьма плачевными даже для взрослого, не говоря уже о ребенке. Это однозначно для них травматический опыт. И я так думаю, что наверняка они уже довольно сильно об этом сожалеют. И естественно, что теперь возможно с их самооценкой будут проблемы. Понятно, что ничего хорошего в том, что они сделали, нет. Однако мы взрослые люди, и мы можем предполагать, какие могут быть последствия у любого насилия, в том числе и насилия в качестве травли. Получается, дети проявили жестокость в отношении животного, взрослые по отношению к детям. Логическая цепочка настораживает. И пока в этой ситуации лучше остальных себя чувствует сам кот. Он, кстати, вернулся домой, обсох, и больше ему ничего не угрожает. Ольга Арсенукаева, Виктор Агафонов, телекомпания «Оригус».